Этот день все изменил. 5 декабря на военных аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели взрывы, которые ознаменовали два крупнейших просчета РФ. Во-первых, российское ПВО продемонстрировало свою полную небоеготовность. А во-вторых, стало очевидно, что продолжать массированные обстрелы Украины по отлаженной схеме уже не удастся. Выводы российское руководство сделало достаточно быстро. Уцелевшие стратегические бомбардировщики в тот же день были в срочном порядке эвакуированы. Но тут же стал следующий вопрос. Как дальше использовать стратегическую авиацию? Ведь вопреки расхожему мнению, где попало? Навесить ракеты или взлететь с любого аэродрома и отправиться обстреливать украинские города попросту невозможно. Сегодня они прячут стратегические бомбардировщики за 2000 километров почти за полярным кругом в Мурманской области. Они туда часть перегнали с аэродрома. А как теперь наносить ракетные удары? Там нет материальной базы, чтобы подвести ракеты и обслужить самолеты. А тут они боятся держать самолеты в Энгельсе, чтобы их не достал какой-то беспилотник. Парадокс заключается в том, что в аэропорт Энгельс стратегическим бомбардировщикам все равно придется возвращаться. Если, конечно, в Кремле не откажутся от массового террора Украины. Но гарантировать тут безопасность российским тушкам больше никто не может. Аэродромный комплекс Энгельс, он уникальный. Если мы уничтожим этот комплект, у них будет огромная проблема с базированием стратегической авиации. Особенно с точки зрения европейской территории. То есть это уникальный комплекс, который остался после распада СССР. И фактически только на нем могут базироваться. И особенно, что касается подготовки и применения авиации. Ранее подготовка к массированному обстрелу Украины длилась около недели. Это когда весь механизм был отлажен и выстроен вокруг авиабазы Энгельс. Туда свозились ракеты и топливо. Запуски производились над Каспийским морем. А в регионе было закрыто воздушное пространство. Теперь же ситуация меняется. Устраивать склады топлива и ракет на авиабазе Энгельс для россиян стало крайне рискованно. То есть в случае решения продолжить тактику массированных ракетных обстрелов, технику, авиацию, боекомплект и топливо придется доставлять на аэродром непосредственно перед вылетом. А сделать это незаметно попросту невозможно. У нас есть теперь фора по времени, потому что если они будут перевозить ракеты к самолетам туда, в Заполярный круг, это будет очень долго. И это технически очень сложно. Поэтому, скорее всего, они будут пригонять самолеты сюда, в Энгельск и под Рязань, а потом их снаряжать и наносить удар. И мы будем четко понимать, когда они будут готовы. А может, пока они будут снаряжать и заправлять эти самолеты, опять что-то или кто-то прилетит по этому аэродрому. Расчет на то, что у Украины нет дальнобойных средств поражения и можно безопасно разрушать ее инфраструктуру, находясь в тылу, с треском провалился. Возможность уничтожать цели РФ на расстоянии более 700 километров стало открытием для российского командования. А сколько еще сюрпризов ждет? Как говорим мы, украинцы, Дали Буде. Редактор субтитров А.Семкин